Вспышки объектива, выставленный свет, локация. Так начинается утро каждого, кто с камерой на «ты». В свой профессиональный праздник фотографы Бобруйска традиционно собрались вместе. Организатор фотосходки уже 13-й по счету, а также 8 фотосушек и 3 конкурсов поларует Екатерина Сагенадзе-Кокотова. Самое необычное – это была съемка в Минске, когда мы привезли большого питона, нарядили девушку в свадебное платье и укутали ее змеей. Это было страшно, но фотографии получились очень красивые. Их не пугают автовилки, диафрагмы, перспективы. То, что хороший фотограф радиоудачного кадра готов залезть куда угодно – вовсе не миф. Наверное, я была уже везде. Я объездила весь Минск в поисках красивых, необычных локаций, весь город, за городом тоже очень много интересных мест. И на деревьях была, и на крышах, и в воде, и под землей даже, в шахтах. Благодаря таким фотосходкам, где каждый может отточить профессиональные навыки и обменяться опытом, портфолио участников пополняются новыми фото. У нас много девочек в компании. У них, как правило, много каких-то технических вопросов. Я, допустим, с ними делюсь техническими вопросами. А девочки, наоборот, со мной делятся какими-то новыми трендами, цветовыми палитрами и всем таким. Ну, в общем, друг другу помогаем. Творческий тандем. Ты там насмотрелся чего-нибудь в интернете, каких-то уроков, надо где-то отработать. Есть прекрасная возможность на сходках это все отработать. Посмотреть, как это все у тебя идет, потом уже, естественно, на остальных людях это все применять. Мы обмениваемся опытом. Учим себя каким-то новым небольшим фишечкам, новым трендам, которые приходят, уходят из фотографии. Потому что бывает разная мода даже на обработку. Кто-то этому придерживается, а кто-то нет. Кто-то все-таки там любит чистый цвет и цвет, и просто в этом и работает. Я же в последнее время очень люблю черно-белый формат и ухожу вообще в черно-белые портреты. Каждое фото может рассказать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Свадьба, а в сторе корпоративы, выписки из роддома, выпускные, дни рождения. И так год за годом. Меняются только люди, локации, аппаратура. Сегодня мало кто представляет себя без фото. Одни не могут жить без селфи, другие постят еду, котиков. Летом в топе лент инстаграма «Природа и путешествия». И все же, когда хочется красивых кадров, лучше доверить себя рукам профессионала. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруск, 360.